и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики и уважаемые спонсоры всех приветствую на канале турецкие байки продолжаем разбирать анонимные вопросы у меня их вот из тех которые я никак не могу догнать оставалось 3 сегодня еще одно пришло но оно ушло в рассылке я конечно посмотрю что там в рассылке пришло то есть с этого аккаунта человек рассылает многим и если там бред естественно ничего зачитывать я не буду и еще два письма я только что отправил спам потому что первое письмо написано явно душевно больным человеком но ни один человек здравом уме не будет писать блогеру неизвестному человеку но я специально посчитала для вас то есть сколько это это было 8 страниц шрифтом 12 основное письмо и еще дополнение на одну такую же страницу 12 шрифтом там была словесная крошка то есть сначала письмо вроде как нормально было а потом начали скачки резкие ну как сказать логически не связанные она вообще не пишет сначала ни о чем потом вдруг какая-то жена появляется дети то ли жена друга о друге резко начинает говорить то есть там разбираться черт ногу сломит ни один адекватный человек такое не пишет и я искренне уверена что больными людьми должны заниматься специалисты а не блогеры поэтому это я естественно не разбираю и уж конечно же такие люди не должны связываться с иностранцами скорее всего истории не получилось потому что бедный турок ну сначала вроде показалось видимо женщина нормальная потом как вот это вот все поперло из нее то есть у нее какое-то обстоятельное мышление но плюс она окрошка идет то есть скачки такие дикие что логики не просматривается и второе письмо какую-то тоже странное хоть и короткое был один мужик позвонил другой о божечке что же делать то тот второй не появлялся много-много лет и вот советуйте мне что-то как бы там и советовать нечего если вы в отношениях то какая вам разница кто вам из прошлого что-то напишет ладно это все было прошлое сейчас перейдем к новым письмам постараюсь записать это письмо сегодня ну и возможно посмотрю что мне в рассылке пришло и так я зачитываю письмо у нас от 2 марта то есть я не так уж это уже и задерживая уже на мартовские письма перешла на разборы добрый вечер ольга меня зовут но не буду говорить вы из россии ну чуть больше 40 лет буквально 40 можно считать вы два года назад развелись после 20-летнего брака трое детей так ну девчат если трое детей так и вам около 40 то они могут быть ну почти взрослыми или совсем маленькими и тех и других как бы нельзя оставлять в россии если вы целитесь в турцию если вы планируете каких-то из детей перевести то и нужное разрешение нотариально заверенное от их биологического отца с которым вы развелись два года назад на переезд в другую страну на обучение ну и трое детей это должен быть очень богатый турецкий молодой человек который может это все дело обеспечить почему потому что даже смысла не имеет дальше вести историю если никак у вас тут некоторые фишка у вас говорите хороший пассивный доход после развода но доход то пассивный на россию приходит ну сейчас вроде сбербанк начал пересылать деньги на турцию если это все дело наладится то возможно но и с другой стороны то есть ехать куда-то в турцию например человеку и сама же зарабатывать на свою жизнь но здесь это не так принято все-таки здесь гендерное неравенство и так хороший пассивный доход про турцию ничего не знаю ну видимо вы начали отношения с мужчиной из одного города на карденизе горячие мужчины на муслу мужчины то есть которые верят что женщина все должна а мужчина каким бы он не был например необразованным все равно лучше знает не знаю не знаю вы упоминали хорошее образование 7 месяцев вы встречаетесь он на два года младше разведен год назад документы показал проверила у него двое детей школьников ну в общем-то очень плохой вариант честно говоря потому что на детей нужны деньги на ваших тоже нужны деньги не знаю не знаю так документы показал проверил я надеюсь вы проверили действительно нефус каид арнеи системы и давлет и действительно это было pdf фото которое с датой актуальной датой но он сказал что по суду ему нельзя жениться год такое по суду не выставляют и уже это все странно женщины нельзя по моему сколько там 40 недель что ли ли 10 месяцев я сейчас не вспомню можете погуглить в турции выходить замуж после развода только если брать справку из больницы и доказывать суде что она не беременна вот тогда можно сразу замуж и по какой интересной причине ему запретили жениться сколько лет живу в турции но это должен быть какой-то очень веский такой случай что действительно посуду может быть что-то запретить здесь нету такого как в америке могут запретить не приближаться например и так далее вы познакомились у себя в городе в россии он короче приехал на заработки но в общем-то от компании у него высшее образование вы здесь вот странную вещь пишите не зная менталитета надела много ошибок в отношениях то есть свела себя с ним как с русские мужчины с ними и так и надо вести себя на самом деле в ожиданиях русских мужчин и турецких все одинаково и не надо вот подстилаться как ой это восточный мужчина не дай бог его обидеть не ли это нужно жестко наоборот чтобы сразу все выяснить и проставить все точки над и тем более он скородениза ни в коем случае нельзя мягкость проявлять как бы и я уже многократно своих видео говорила что наши женщины почему-то многое прощает нашим мужчинам там измены ушел там далее но не пишут что вот все русские мужики плохие а вот если турок там обманул или женатиком оказался вот они все не такие нет относитесь к ним как русским мужчинам изначально вы пишете просто проводила время принимая знаки внимания но флирт постепенно влюбилась ожидаемо но как вы хотели он хорошо зарабатывает я обеспечена значительно лучше он совершенно точно не может меня содержать максимум помогать на этом наверное можно и завершить письмо нет перспектив нет отношений и поскольку вам уже 40 стукнуло то уже надо понимать что когда есть трое детей кушать то хочется всегда а дети еще больше хотят и где-то на саму себя то наступаешь лишь бы ребенку было хорошо но вы пишете поздно об этом думать когда есть три ребенка не поздно об этом думать вы пишете люблю его теперь не понимаю каким будет наше будущее если шанс на него если вы оба много зарабатываете действительно если ваш муж не против там переезда детей или наоборот он забирает детей к себе а вы свободны как птица ну тогда может быть он хочет дальше жить и работать у вас в городе нам очень хорошо вместе но ссоримся не на жизнь а насмерть уходим в молчанку но жить без на друг друга не можем смысле что за токсические отношения никаких молчанок не должно быть это эмоциональные качели очень любят молчанки как и у нас нарциссы кстати говоря но я здесь ни в коем случае с диагнозом не раскидываюсь но молчанку с друг со своим партнером нельзя нужно садиться и все обсуждать чем больше я узнаваю его характера тем больше думаю что он не хочет со мной серьезных отношений не строит планов не вижу что он хочет жить со мной не знакомит семьей говорит что он с ними в плохих отношениях когда не нужно знакомить с семьей очень многие турки так и говорят или действительно в плохих отношениях то есть не знаю планируем поездки в турцию куда угодно только не важишь город там где он на карабинезе живет на черномор ну а зачем вам туда там в общем то с ним вы можете снять отель но смысле от него да летом он неплохой город но есть как бы пожарче побережья подарки особо не дарит конечно цветы рестораны развлечения продукты все делает помогает материально на них тех объемах которые нужны проблема в моих потребностях ну то есть вы больше зарабатываете а он гордо это ему претит нет мой это абсолютно не претит тут ни одному турецкому мужику не претит что жена больше зарабатывает ну может быть где-то идейные есть но в основной массе они только рады тут вы дальше какую-то ошибку пишите это не ошибка это ваши токсичные игры да друг друга я его люблю чувствую чувствую что он достойный но как быть с моим уровнем жизни для меня он получается беден вот не понимаю как строить отношения дальше судя по всему он тоже не понимает никак и вам обоим не ну как сказать побыть с друг другом пока вам это нравится а потом желательно по-дружески без ссор разбежаться съездите куда-нибудь проведите вместе время то у него что у вас переходный как бы роман чему-то большему то есть я вообще не вижу я во-первых не верю что вы любите когда любят то и действительно на край света пойдут добавок мне очень прискорбно что среди всего письма о детях ваших рассказывала только я а вы их немножко упомянули только в начале и у него также вы конечно можете не согласиться со мной но на мой взгляд абсолютно пустое письмо зачем оно было мне написано я понятия не имею любовью здесь и не пахнет хочется только обеспеченной материальной жизни которые мужик не может дать но ищите мужчину своего уровня и будет вам счастье это все ну и да больше мне собственно и нечего сказать здесь нет отношений которые стоило бы налаживать и разбирать здесь просто можно было ждать когда она само собой рассосется ладно друзья мои еще одно странное письмо всем всего самого наилучшего ну и пойду посмотрю письмо из рассылки пока пока